Я думаю, что в детстве каждый ребенок мечтал попасть за кулисы, а то и вовсе оказаться на месте артиста, где сейчас я. Знакомьтесь, это главный герой премьерного спектакля «Слоненок пошел учиться». Слоненок в сказке – маленькое любознательное животное. Задает много вопросов, порой сует нос куда не следует и требует непременно отвезти его в школу. Ответом на вопросы были только тумаки, издевательства и насмешки даже среди сверстников. Но упрямец не перестает интересоваться удивительным миром вокруг себя. Какой здоровенный слон! Слонище! Слонятина! Он как дом! Нет, как целая улица! Нет, он как земной шар. Он, наверное, стар! Нет, я не стар. Честное слово, я слоненок. Я еще ребенок. Я совсем не виноват, что немного толстоват. Спектакль для детей от 4 до 10 лет. Над ним работала молодая постановочная группа. Режиссер Артем Яцухно и художник Дарья Усачева. Каждый актер вложил в своего персонажа душу. И только так находится отклик в детских сердцах. Наверное, расскажу про своего любимого героя, персонажа из этого спектакля. Это червячок. У него очень мало текста и он меньше всех появляется в спектакле. Но он мне нравится, потому что все, наверное, ждут, что это маленький червячок. Он сейчас что-то проползает, что-нибудь скажет или не скажет вообще. А он оказывается таким достаточно философским героем, который о чем-то задумывается, очень так серьезно разговаривает. Чтобы на начальных порах не создавать большого зрительного потока при посещении театра, временно основное место работы актеров – малая сцена. В связи с тем, что у нас большая сцена еще занята в работе, мы в февраль-март работаем малой сценой, малыми камерными спектаклями. Начинаем завтра, 27 февраля, с премьеры «Слоненок пошел учиться». Новый спектакль для маленьких зрителей, кто собирается в первый класс или кто уже пошел в первый класс, это будет интересно. Значит, вот так мы работаем в февраль-март, а в апреле мы начнем показывать те премьеры, которые выпускали, работая на карантине. Открытие большой сцены состоится в апреле. Оно будет ознаменовано такими работами, как «Крошка енот» и «Карлик нос». В мае покажет первый спектакль, посвященный Великой Отечественной войне «Возвращайся», который готовился к 75-летию победы. Любовь Грудинина, Юрий Рябчиков, Аист ТВ.